Привет, жители Night City! Уже совсем скоро мы с вами сможем прогуляться по улицам нашего города, навернуть рамен видальных Japantown, выпить коктейль Johnny Silverhand в посмертии и насладиться всеми преимуществами клинков богомолов и термической катаны. Ну а пока мы подготовили для вас кое-что особенное. Встречайте! Специальный выпуск Night City Wire для Игромира и Комик-Кон. Напомним, что Night City Wire — это шоу CD Projekt Red, в котором мы рассказываем вам и показываем самые интересные детали и новые подробности об игре Cyberpunk 2077. Поехали! За последние несколько месяцев вы задали нам сотни вопросов о русской версии игры. Однако самый главный из них — кто же стоит за голосами главных героев. Сегодня мы, наконец, раскроем этот секрет. Ну а пока давайте посмотрим, как уже известная нам сцена звучит на русском языке. Ну, тогда чего? Запускаем V? Пусть там осмотрится как следует. Давай. Ты готов? Уже бывал в сыром брейне? Как-нибудь справлюсь. Давай начинать. Не вопрос. Ну, садись, располагайся и приступим. Сначала создам твой сенсорный профиль. Окей. Поехали. Надеюсь, больно не будет. Не, не в этот раз. Так. Сиди смирно и смотри на меня. Сейчас я подключу тебя к сканеру. Будет слегка покалываться. Угу. Окей. Теперь откалибруем оптику и остальные сенсоры. Смотри на эти два экрана. Как будто ты окулиста. Эту калибровку надо будет каждый раз делать? Не обязательно. Но оно того стоит. Погоди две минуты. Сейчас увидишь, что дает анализ брейн-данса. Еще секунду. Надо заблокировать болевые рецепторы. Ну все. Готово. Теперь потестим профиль. Я дам тебе что-нибудь на пробу. Ну, чтобы освоиться с редактором. Так-так. Что бы тебе тут? А нельзя его закинуть в мою запись? Быстрее будет. Лучше не рисковать. Это займет минуту. Я уже нашла кое-что подходящее. Поехали. Ага. Я дам тебе сначала усеченную версию, чтобы ты там освоился. А потом пущу в режим изменений. Погружение через три, два, один. План простой. Никаких выкрутасов. Заходишь, выгребаешь бабло, отваливаешь. И мы продаем брейн этим психам из студии. Ага, понял. И не забудь. Все по полной программе. Они нам еще доплатят за высокий адреналин. Окей, давай вперед. Всем лежать. На землю. Целуем пол. Живо. Деньги. Быстро. Еще секунды, и я тебя положу. Тише, тише. Я... Давай. Сейчас голову тебе нахуй отстрелю. Дыши глубже. У тебя подскочили кортизол и адреналин. Но софт включил гормональную блокаду. Ничего страшного. Ты живее всех живых. Это было слишком. Я чувствовал боль этого чувака, напряжение и как будто надежду. И было что-то еще. Понимаю. Он наверняка чем-то закинулся. Скоро отойдешь. Я все подготовила. Переходим в режим изменений. А теперь перенесемся в Москву. Где команда Most Games и актеры дубляжа вдыхают жизнь уже полюбившихся вам героев вселенной Киберпанка. Это мир довольно мрачный. Мы стали думать, как же нам его сделать по-настоящему уникальным и интересным. И поняли, что самым лучшим решением будет сохранить вот это ощущение дискомфорта, которое должно рождаться у игрока, который оказался в этой ситуации. Мы прямо уходили от театральности. Мы уходили от того, чтобы сделать игроку комфортно и приятно. Мы стремились сделать эту атмосферу какой-то новой, какой-то непривычной. Мне кажется, получилось. Как твоя встреча с Эвелин Паркер? Хорошо, я бы сказала. Погуляла по комплекте Плаза, по местам, которые она засняла на брейнданс. Да, Бак ввела меня в курс дела. Значит, ты знаешь, кто наша цель. Главный наследник императора. Юрино Буарасака. Мы с Ви, такой, какой я ее почувствовала, совершенно разный. Я ее не представляла себе как-то конкретно внешне. Не представляла ее целостно. И по сути, я с ней знакомилась от слова к слову, от эмоции к эмоции. И потихонечку она стала формироваться именно в моих ощущениях. Я вот так вот послушал сейчас, прям, в реальности большое различие. Во многих. Ну, конечно, мальчик и девочка по-разному переживают. Теперь будем брать только самые жирные заказы. Слушай, нет, знаешь, что сделаем? Запишем его еще разок, что слышишь, Джек? Да, вот. Теперь будем брать только самые жирные заказы. Слышишь, Джек? Есть. О, как я это заново проживаю. Блин. Мы искали голоса, которые могут вместить в себя все. Если говорить про каких-то известных артистов дубляжа, они уже с кем-то конкретным ассоциируются. То есть это закладывает какой-то образ конкретный. Нам это все было не надо. Поэтому мы взяли Егора и Юлю. Пробы у меня были не один раз. Три вообще-то. Первый раз я приехала на запись к Велине. И после записи Велина говорит, останься-ка, у меня для тебя есть пробы. И там была очень национальная сцена с Джеки. Со слезами, с соплями, со всеми делами. И я думаю, вау, очень хочется. За полтора года записи, сколько я с ним пережил, я, ну, как целую жизнь прожил на самом-то деле. В этой игре с Ви происходит во многих моментах то же самое, что происходило в разные моменты со мной. То есть, например, его там бьют в пятером. Меня тоже били в пятером. Наставляли оружие, меня били битой, меня резали ножом. Так что тут мы в этом плане очень сильно перекликаемся. У меня такого, конечно, нет. Он одержим. Одержим своим персонажем. Что круто, я наблюдаю за этим и думаю, вау, он этим горит, он этим живет. Это здорово. Я просто люблю. Найт-Сити, мне кажется, это первый живой город. Там столько тысяч диалогов записано. И каждый абсолютно разный. То есть, да, кто-то продает, кто-то покупает, кто-то бьет, кто-то убирает. Все. Самая сочная палитра ночного города будущего. И мне кажется, это самое крутое. То есть, Найт-Сити – это как отдельный персонаж игры. Как, собственно, самый главный антагонист этой игры. Людям плохо жить в этом мире очень. Потому что у них как бы ненастоящий секс. У них очень редкая дружба. У них на работе все происходит как-то с подставами и какими-то переворотами. Все борются с городом. В общем, ну, как бы это такой мир, где я не хотела бы оказаться ни на одну минуточку. Вроде крутой наемник, а все равно потею, как в парилке, когда с мамой говорю. Она все время проверяет, не лежу ли я где-нибудь в отстойнике, как большинство Уэлсов. Это уже начинает утомлять. Чем больше я ей говорю, что все окей, тем больше чувствую, что вру. Но завтра это закончится. По смерти, детка, скоро мы придем к тебе. Во, и хватит. И как раз смотри, какой тайминг хороший получился. Джеки – это мой любимый персонаж. Это единственный человек, у которого в игре есть семья. Больше ни у кого из главных персонажей никакой семьи нет. Нет даже намека на семью. Джеки – он добрый, он открытый, он эмоциональный. И он радуется всему, как ребенок. Вот если говорить про персонажа, которому всегда хорошо, это Джеки. Мы знали, что Джеки – мексиканец, что он огромный, что он добрый. И Ваня подошел практически сразу и идеально. Плюс у Вани есть такая особенка в дикции, которая добавляет ему вот этой детскости. Как только мы услышали вот эту особенку, мы прям все сразу поняли, что надо топить за Ваню, Ваня будет идеальной. Джеки мне близок, может, кем, что я тоже вроде как большой, но не настолько, как он. И такой же добряк. Я тоже хочу заработать много бабла. Люблю тачки, люблю мотоциклы, люблю девчонок, поэтому пошел как лось. Но никого не убиваю и ничего не ворую. Собственным трудом. Жалей Юльку. Юлька блюет и трясется зеленая. Ты прямо как моя премито. Она, когда наркоту бросала, тоже так тряслась и потом обливалась. Не потом обливалась, а потом обливалась. Мексиканский акцент у нас не считывается. Какие у нас были варианты? Переходить к какому-то комизму, выбирать что-то такое средненькое. Ну, это все плохо, это все поддавки. Как только у тебя персонаж начинает говорить с каким-то поддельным акцентом, он превращается в комического персонажа. У нас такого ничего нет. мы подумали, что правильным способом было бы добавлять в речь персонажей слова на их родном языке. Сопа де фидеус. Ноу. Сопа де фидеус. Дефидеус. Дефидеус. Как будто вот здесь. Как ее? Да. Слышь, лапу убрал? Ты допиздишься, и шельмы придут в эту дыру... Блять. Знаешь что, не торопись. И шельмы придут в эту дыру полным составом. Ты допиздишься, и шельмы придут в эту дыру... Почему у? Ну, еб твою мать, ну... Ну, что поделаешь, давай. Подожди, давай еще раз. Вообще, это мой первый проект, который связан именно со звучанием компьютерной игры. И я очень рада, что мне выпала честь озвучивать Джуди. Я вообще очень переживала. Я всегда у Евелины спрашивала, ну, так, не так. И мы всегда записывали какую-то реплику. Мне самой казалось, что, ну, типа, какая-то лажа. И я такая, Евелина говорит, ну, здесь-то, конечно, сегодня не в тонусе, мягко говоря. Еще раз. Ингрид невероятный боец. На первую сессию она пришла в каблуках, в очень красивом каком-то платье. И она поняла, что ей неудобно так работать. И в следующий раз она пришла, одетая, как человек, который просто вышел за хлебом. Человек, который никогда не писал компьютерные игры, который вообще далек от мира озвучки, дубляжа, всего этого, он подключился и выложился на все сто. Я завидую Джуди, потому что она реально невероятная. И то, что она творит с техникой, и как она создает все эти брейндансы, для меня лично это что-то вау-эффект. Потому что, ну, я не знаю, там, с тостером я нормально лажу. Но вот с компьютерами, хакерской историей, мне кажется, это вообще две разные вещи на разных берегах. Поэтому все, что я озвучивала, мне приходилось еще в это вникать, понимать, чтобы это звучало достаточно реально. Так, сиди смирно и смотри на меня. Сейчас я подключу тебя к сканеру. Будет слегка покалывать. Окей, теперь откалибруем оптику и остальные сенсоры. Смотри на эти два экрана, как будто ты у окулиста. Теперь потестим профиль. Я дам тебе что-нибудь на пробу, ну, чтобы освоиться с редактором. Так, так, что бы тебе тут... Хочешь найти его и расспросить о смысле жизни? Ну, так я тебе сейчас скажу. Нет его смысла этого. Особенно, когда в башке у тебя сидит клоун и все время подпездывает. Дай подумать в тишине. Ой, да ладно. Думать, ты еще до меня бросил. Но, конечно, вали и все на голоса в голове. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Давай подумай. Надо осмотреться. Надо осмотреться. Помнишь, ты проснулась у Виктора, когда еще не знала обо мне? У меня глюк, и я боюсь. А потом еще плакалась вместе, что не хочешь умирать. А еще я помню, как ты среди ночи умолял меня, чтобы я покурила, и жаловался, что не можешь меня убить. Джонни — это самый сложный момент в кастинге всей игры, потому что персонаж, который был придуман для Киберпанка, это не Джон Уик, это не чувак из Матрицы. Это совершенно другой человек с другой историей, с другим отношением к жизни. Когда мы прочитали его описание, мы увидели, что он мудак, что он рокер, что у него какой-то богатый бэкграунд, что он ведет себя как истеричка. Все это прям противоречит человеку, у которого просто очень большие волосатые яйца, он просто ходит с ружьем и так время от времени что-то изрекает. Мы прямо бились за то, чтобы у нас получился именно персонаж. Мы не бились за то, чтобы нам в точности попасть в океан. Мы бились за то, чтобы наш персонаж был мудак, был гад, чтобы он был яркий, чтобы если с ним что-то происходит плохое, чтобы всем было его все равно жалко, чтобы все понимали, что даже негодяй заслуживает сожаления. Он очень глубокий персонаж такой. Мне он очень приятен был тем, что он, его настоящее такое нутро, такое мощное, такое глубокое, он его скрывает за этим пафосом, таким вот как бы рок-н-ролльным. И постепенно, постепенно, мы узнавая персонажа, в него больше и больше влюбляемся, потому что он клевый чувак. Твою ж мать! Хорошо. Первое, о чем мы спросили CD Projekt Red, когда мы начинали работать над локализацией, то можно ли нам будет использовать мат? А вы берите сраного бота и валите! И скажите Дексу, пусть сосет мой сияющий хромовый хорий! Нужно было больше какого-то уличного, как в языке, так и в звуке, в подходе в самом. В киберпанке очень круто, что ругаются матом, допустим, там наркоманы совсем не так ругаются матом, как клерки, и рок-н-ролльщики ругаются не так, как бандиты. То есть у каждого своя какая-то вот такая вот матерная направленность, так скажем. Тебе что, блядь, особое приглашение нужно? Сядь! Я постою. Тебе что, непонятно? Положи свою жопу на диван! А ты заставь. Ну, ты сам попросил. Паркуй жопу, пока я тебе третий глаз не сделал. Джек, просто сядь. Это плохо кончится, но, сука, ну, заебись. Очень сильно раздражает необходимость заменять какими-то такими тупыми загнушками матерные слова в речи персонажей, и они от этого не просто становятся как бы неживыми, они становятся от этого лживыми. Мы старались, чтобы нигде мат не звучал, как будто бы девочка, которая закончила feel-fuck, написала всякие слова, которые она, ну, специально открыла словарь мата, выписала там, ну, несколько на каждую букву, и потом их как бы вставляла, чтобы, ну, это было модно. Ничего такого нет. Я как-то очень воодушевлен этой игрой, я так радею за нее, чтобы она получилась, потому что мне же тоже не все равно, я же сам игроман, я буду в это играть, я, может, даже по приколу, да, там, стримить это буду, ну, просто чтобы самому, да, получить какое-то удовольствие от проделанной работы. Я очень горжусь нашей командой, я очень горжусь людьми, которые в этом участвовали, потому что они все работали, ну, замечательно. И все, кто не хотел работать в этом проекте, да, все, кому было тошно, кто не хотел, там, ругаться матом или там, записывать проститутку, они все в результате ушли из проекта. Вот, то есть остались только те, кто горел, остались только те, для кого-то это было интересно и важно. И получилось поэтому все живое. Эта локализация уникальна тем, что огромное количество людей принимало участие. Я говорю, не было ничего, что можно было бы сказать, ну, как бы, ну, здесь не важный же персонаж, все важны. Как сказал бы Джонни, это будет бомба, это будет охуительно. А теперь давайте перенесемся в нашу штаб-квартиру в Варшаве, где нас ждет старший менеджер локализации Киберпанк 2077 Александр Раткевич. Саша, привет! Поздравляю тебя и команду с успешной работой. Вы большие молодцы! Да, спасибо, Кир, большое. Если честно, нам самим не верится, что мы уже на финишной прямой. Для начала расскажи, пожалуйста, немножко о себе. Чем ты занимаешься в CD Projekt Red? И кто вообще такой менеджер локализации? Я присоединился к компании два года назад для работы над Киберпанком, но еще до переезда в Варшаву мне посчастливилось поучаствовать в локализации как второго, так и третьего Ведьмаков. В нашей компании я отвечаю за качество русской версии игры, но, кроме того, занимаюсь и рядом других языков, например, итальянский или тайский. Наша основная задача состоит в том, чтобы на каком бы языке вы не играли в игру, у вас должно складываться ощущение, что вы играете в нее именно на том языке, на котором и был написан изначально текст игры. Если брать твой опыт работы с другими нашими играми, как тебе вообще кажется, Киберпанк — это самый масштабный проект CD Projekt Red с точки зрения локализации? А если говорить о количестве актеров, количестве текстов? Да, безусловно, Киберпанк — это самый масштабный наш проект с точки зрения локализации. Мы никогда еще не адаптировали игру сразу на 18 языков. Из них 10 у нас имеют полную локализацию, то есть переведены и все тексты, и озвучены все диалоги. И еще на 8 языков мы переводим все тексты. Если говорить об объемах, то уже на текущий момент в Киберпанке больше реплик, чем было в третьем Ведьмаке с обоими дополнениями. У нас больше использовано актеров, у нас больше персонажей. Одного только текста мы перевели больше, чем 1 миллион слов. Нас часто спрашивают, какой в игре оригинальный язык — английский, польский. Какой у вас подход к работе над разными языками в игре? Да, смотри, у нас в этом плане может быть не совсем традиционный подход для индустрии, но мы считаем, что у нас нет оригинального языка, что все наши языки оригинальные, они все уникальны, и мы работаем над ними всеми параллельно. Наша задача в этом плане — это дать как можно больше информации всем нашим командам, которые работают в разных странах над переводом и озвучкой игры, чтобы они понимали, что и как происходит в конкретной сцене с этим персонажем, и дальше они уже сами думают, как это адаптировать на их язык, как это подстроить под их язык. И главную фразу, главную мантру, которую мы повторяем всем нашим командам — это «Не копируйте английский». А чем, в принципе, отличается работа над русской локализацией от работы над другими языками? Наша фишка, я думаю, заключается в том, что при переводе и адаптации текста мы смотрим одновременно как на английский, так и на польский текст, и это позволяет нам выбирать лучшее сразу из обоих языков. Например, в игре есть ситуация, когда Джеки рассказывает анекдот, и этот анекдот в польско-английских версиях кардинально отличается, между ними нет ничего общего совершенно. И в русской версии этого анекдота она адаптирована с польского, потому что наши языки похожи, и между ними вот эта игра слов, игра шутки, она работает и там, и там. Поэтому, когда, если вы будете вдруг играть в игру с английским звуком и русскими субтитрами, не удивляйтесь, если вы увидите между ними что-то совершенно кардинально отличающееся друг от друга, это нормально, это просто значит, что этот конкретный эпизод мы адаптировали, скорее всего, с польского, а не с английского. Расскажи, пожалуйста, поподробнее про русскоговорящих персонажей в игре. Кто они? Да, Кир, смотри, Найт-Сити — это посуществует такой Вавилон 21 века, это город, в котором живет очень много национальностей. И там есть персонажи, которые разговаривают исключительно на своем родном языке, например, японском или креольском. Есть там и персонажи, которые разговаривают исключительно на русском языке, например, бандиты из банды мусорщиков, в которой вообще очень много славян. Или, например, в игре есть два персонажа, которые прибыли из СССР в Найт-Сити с дипломатической миссией. И они тоже говорят в игре исключительно на русском языке. И каждого такого персонажа мы всегда записывали в его оригинальной стране. Например, мексиканцы у нас записаны в Мексике, японцы записаны в Японии, бразильцы в Бразилии. И, соответственно, все наши тоже исключительно русские персонажи, они у нас тоже записаны в России. Поэтому даже если вы играете в игру, например, на японском или испанском языке, у вас все равно будет возможность услышать в игре русскую родную речь. Саша, а у тебя лично есть любимый персонаж в нашей русской локализации? Я так понимаю, команда озвучания — это Джеки. Да, Кир, если честно, я очень нежно люблю всех наших персонажей. И Джеки, и Джонни, и Джуди, и даже тех, про кого я вам пока вообще не могу ничего говорить. Но если вот так на вскидку подумать, то мне очень понравилось то, как в русской версии получился Кирк. Кирк — это фиксер, которого мы встречаем в самом начале игры. И есть у него, знаете, такая аура очень скользкого, склизкого типа человека, про которого можно сказать, что типа «соврет, недорого возьмет». Так вот, в русской версии игры он получился именно таким, каким бы я его хотел видеть. Вот прям идеальное попадание. И удивительно, но озвучил его не совсем обычный актер, но кто именно я вам пока сказать не могу. Это секрет, но вы обязательно об этом скоро узнаете. Интересно. Ну, раз ты не можешь нам пока рассказать, кто его озвучивает, поделись тогда хотя бы, каких еще сюрпризов нам ждать в русской версии игры. Вы услышите в игре голос Всеволода Борисовича Кузнецова, нашего любимого Геральта из второго и третьего Ведьмаков. Не буду пока вам рассказывать никаких подробностей, скажу лишь, что его персонаж — это своего рода такой голос Найт-Сити. Но кроме него у нас запланировано много других сюрпризов и всяких разных интересных перевоплощений, какие именно, мы обязательно вам расскажем, но чуть попозже. Спасибо, Саш. Ну что ж, будем ждать новых подробностей. Да, спасибо, Кира. Всем пока и до встречи в Найт-Сити. Это был спецвыпуск Найт-Сити Уайр. Если вы что-то пропустили, то полную запись выпуска вы сможете найти на наших официальных русскоязычных каналах. Спасибо, что были с нами. Увидимся в Найт-Сити. Увидимся в Найт-Сити.